Движение А рядом старинное зверенецкое кладбище. Наша цель сегодня – наживо показать изнанку этих мест, открыть их многогранную и забытую историю. Движение Наводничами называют местность в Печерском районе, ложбину вдоль улицы Старо-Наводницкой до моста Потона. Зелёное урочище на подступах к Днепру отчитывает свою историю со времён глубокой древности. На протяжении долгих столетий до появления в городе мостов здесь находилась одна из главных переправ через Днепр. Сначала она действовала как перевоз, груз перевозили на платформах сродни паромов. Говорят, что от переправы и произошло название местности, хотя, согласно иной версии, ещё в дохристианские времена здесь стояли рабацкие слободы, где их жители вывешивали сушиться неводы, отчего также корректным является название «неводничи». Уже в начале XVIII века, во время строительства рядом Старой Печерской крепости, на месте перевоза был сооружён деревянный наплавной мост, который разбирали каждый год во время ледохода, а потом снова сводили между берегами. Уже в 1744 году, к дате посещения Киева императрицей Елизаветой, на этом месте был сооружён стационарный мост, лежащий на воде. Конструкцию удерживали тросы, свитые из Ивовой лозы, и принадлежал он Печерской лавре. Новое сооружение прижилось на очень долгое время и продолжало функционировать, даже когда над Днепром уже были построены другие, капитальные мосты – Николаевский и Струве. Только в начале Первой мировой войны тут возвели стратегический мост на сваях. В непростые времена войн и политических потрясений Наводницкий мост, меняя конфигурацию, разрушался и восстанавливался несколько раз. В конечном счёте, только в 1944 году был построен высоководный путепровод на сваях, простоявший в Наводничах 9 лет. В связи с открытием в 1953 году нового, заметно более крупного и современного моста Патона, потребность в старой конструкции отпала, Наводницкий мост разобрали. Теперь только под водой сохранилось пару обломков старых опор, навсегда утерянных во времени. В глуби же урочища, несмотря на сегодня центральное и буквально элитное расположение, по-прежнему есть немало находок из прошлого. Древний ручей Неводничий или Душегубица, протекавший во враге, сегодня закрыт в подземный коллектор, хотя один из холмов над ним до сих пор укрыт зарослями. За ними таится Зверенецкое кладбище. Расположившись на южном склоне Наводницкого оврага, оно отходит корнями к довольно давнему времени. Считается, что изначально кладбище возникло возле деревянного храма, построенного в первой половине 18 века, а местность вокруг тогда называлась Святоозерской Слободкой, от крупного озера, располагавшегося рядом. Со временем небогатая Слободка, населяемая лаврскими подданными и посполитами, станет частью села Зверинец, а в 1866 году на ее месте будет сооружен новый храм Рождества Иоанна Предтечи. Кладбище значительно расширяется и уже к началу 20 века обретает размеры, близкие к современному. Многочисленную группу погребений составили работники завода «Арсенал», а также Некрополь мог принимать у покоя жителей других поселений – Демеевки, Саперной Слободки и Мышеловки, что в свое время относились к парафии храма. Но в 1935 году церковь разрушил пожар, после чего она так и не была восстановлена. Находилась она возле старых ворот кладбища, где сегодня пришедшего встретят мемориал воинам Второй мировой войны и памятник жертвам Голодомора. Сразу же открываются и старинные участки. Видим семейную могилу Тарновских, известных киевских меценатов, происходивших из казачьего рода, которые владели дворцом в Качановке на Черниговщине. Рядом поэт XIX века Андрей Подолинский вместе с сыном Сергеем, также весьма известным ученым той эпохи. Интересно, что как Тарновские, так и Подолинские появились на Зверинецком кладбище по воле случая. Их останки были перенесены с разрушенного кладбища на Аскольдовой могиле. И поскольку Некрополь на Аскольдовой могиле считался местом погребения знати, после его ликвидации такая роль частично перешла к Зверинецкому. В течение последнего столетия оно весомо пополнилось могилами городской интеллигенции, жившей на Печерске и в окрестных районах. На том же старом участке похоронен историк, преподаватель и специалист по истории Испании и Португалии Владимир Пескорский. На более же отдаленных зонах находятся другие. В виде постамента с небольшой скульптурой выполнена могила известного зоолога и краеведа Николая Шарлеманя. Надгробие с возложенным минералом украшает захоронение профессора-геолога Алексея Митропольского. Возле основных аллей покоятся герои Второй мировой войны. Андрей Ворончук, Михаил Грехов. Оперная певица Мария Донец-Тесейр. Живописцы Владимир Бондаренко, Алексей Захарчук. Профессор Константин Сироцинский. На наиболее новом участке, возле которого расположен и второй, новый вход на кладбище, похоронены оперный певец Анатолий Макренко, атомный инженер Виктор Микитась, профессор медицины Владимир Поломарчук. Тут же с 2023 года покоится знаменитая певица Нина Матвиенко. И, конечно же, это далеко не весь перечень известных и выдающихся личностей. Отдельный участок в клубе кладбища занимают послужники монастырей, часть из которых также весьма давно и своеобразно почитаются среди зарослей некрополя. Рядом с ними возведены и отдельные склепы, вероятно, для современных погребений. С некоторых крайних точек кладбища открывается видно пока местами зеленое урочище, улицу Староноводницкую и даже Днепр, место бывшей переправы. Хотя значительную часть панорам традиционно закрыли высотками, отчего кладбище в этом месте принимает все более контрастный облик. Продолжение следует... Уже отсюда заметно, что другой склон Наводницкой балки является жилым. Ввы стянутся небольшие улочки частного сектора, который стал формироваться здесь с конца 40-х годов прошлого века. Земля на территории бывших укреплений Старой Печерской цитадели была выделена для строительства небольшого коттеджного городка, преимущественно для работников завода «Арсенал» и ветеранов войны. Добротные кирпичные дома с крышами из черепицы надолго заняли склоны валов древней крепости, отчего и получили свои воинственные названия улицы Редутная и Радиальная. А вот в честь урочища Наводничьи в микрорайоне назван Новонаводницкий переулок. Это крохотный тупиковый проезд, отходящий от более крупной улицы Лаврской. Но и ее старое название происходит от местности. Когда-то ее нижняя часть называлась Новонаводницкой. Ну а сегодня, в глубинке бывшего коттеджного городка, большинство участков не узнать. Здесь интенсивно растут посольства и консульства, а на старинную крепость теперь больше походят заборы, таящие за собой дорогую и часто сомнительную недвижимость. Оставшимся арсенальским домиком, наверное, осталось недолго. Немалая часть из них уже запущены, невольно приглашая своих последних гостей взглянуть на уходящую эпоху. КОНЕЦ Из их окон открываются многоэтажные кварталы Старо-Наводницкой улицы. В старину именно оттуда начиналось два истока местного ручья, а также находился небольшой жилой переулок. Символично, что сегодня как частная, так и высотная застройка улицы и окрестностей среди народов шутку называется «царским селом» из-за дорогой недвижимости, недоступной для рядового человека. Уходя все ближе к Днепру, Наводницкий овраг открывает более широкие просторы. С одной стороны к нему прилегает холм ботанического сада, с другой – возвышенность с монументом Родине-Матери. Недалеко же от места бывшего впадения душегубицы в Днепр на равнине раскинулся Наводницкий парк, где дальше на север от урочища располагается памятник основателям Киева. А с набережной открывается вид на мост, местность переправы и венецианский остров Гидропарка, бывший передмостной Слободки. Ну а свою практическую роль по сей день выполняет мост Патона. Единственный же остаток опоры Наводницкого моста, который можно увидеть над водой, с 2013 года украшен необычной скульптурой в виде птицы. Скульптура посвящена той самой редкой птице, которая, согласно тезису Николая Васильевича Гоголя, может долететь до середины Днепра. Взмах крыльев редкой птицы стал популярным туристическим объектом для судоходных маршрутов Киева, тем самым напоминая о древней местности Наводничей. Тут по-прежнему соединяются берега города, который навеки запомнил край старых перевозов и рыбацких неводов. А холмы, которые каждый раз открываются перед путником, навсегда останутся в памяти людей, из года в год усеиваясь весенним разнотравьем и обдуваясь свободным днепровским ветром. КОНЕЦ КОНЕЦ